рыба какая-то нарисована щука всякие там окунь окуньки не убивает и яйца они куриные окей мойте руки не будет грязи радиорекорд поймал нехило всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и мы продолжаем проходить с вами barrow hill и так я за кадром тут что-то пощелкал короче мы закончили на электрощитке вот пощелкал и получается так нажимаем здесь кнопочку достаем предохранителя так понимают это предохранитель и вот здесь вот лежит проволока специальная короче это заземление наверное какое-то сматываем и закрываемся обратно еда будет свет как говорится опа все теперь на кухне у нас есть свет это очень очень радует окей теперь наверное мы сможем да теперь мы можем пройти окей так пройти посмотреть что у нас здесь имеется прохожу я короче сейчас ночью вот поэтому я думаю кричать громко я не буду окно у меня кстати открыто может может быть возможно будет слышно какие-то там звуки потусторонний вот так ладно это у нас соковыжималка да получается а блендер блендер не соковыжималка блендер так сюда что-то можно положить у меня нечего фломастер только восковой я кстати как отсюда выйти я кстати включил в настройках вот показывает что у нас имеется вот спички фонарь подписано восковой карандаш чтобы вам было видно и включил ну вот мышку чтобы видно было куда я щелкаю что я заметил в прошлой серии такого не было так окей погоди давай здесь посмотрим что это пусто ничего нет кастрюли всякие ну ка здесь мы не посмотрели кастрюльки и сковородки всякие канистры то что нам не нужно ни капельки вообще так ладно давай посмотрим здесь рыба смотри рыба какая-то нарисована щука всякие там окунь окуньки это чё у нас это не открывается я так полагаю это морозилка наверно какая-нибудь или фиг знает что это такое ладно мордер убийца на типа не убивает и яйца они куриные окей так что здесь мы имеем всякие баночки всякие вкусняшки что блин корзинка зачем нам корзинка ладно допустим пускай будет так что у нас здесь здесь у нас тоже не черта всякие горошки всякая чертовщина такая так что это а по забрали какие-то чашки рюмки для яиц будем собирать яйца и так полагаю нам нужно будет собирать яйца нужно будет собирать ягодки нужно будет собирать чё там еще и грибы возможно еще что-то нужно будет солонка соль ему нам что-то очень будем готовить здесь будем готовить для кельтских богов яичницу делать так а микроволновка не по не пожать да ничего ладно мойте руки мойте руки не будет грязи и окладно тут у нас какая-то дичь это все 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 за страна вообще жестко бен вообще тут не хозяйничал радио мыло выключать капает вентиль вода протекает даже посуду собой не помню хотя ему там уже написали да бен муж посуду не мыть короче ну блин не настолько ты посмотри просто какая-то дичь просто жесть не на съемной квартире чище было тысячу раз так ладно здесь тоже ничего что у нас здесь радио ага ага неплохо спокойненькая музычка здесь эй боб ты прекрасно выглядишь а мои волосы стали тусклыми безжизненными весь секрет моем новом шампуне джим он делает мои волосы более густыми я выгляжу гораздо моложе потрясающе ну как он действует это настоящий коктейль из морских минералов которые питают и увлажняют мои волосы это короче про тот про тот этот бальзам для волос который мы нашли возле машины то с омега с омега-3 с ним вы будете выглядеть на 20 лет моложе видели бы что он сделал с моим котом с котом радио рекорд поймал нехило ништяк стрелец на этой неделе вам светит юпитер благоприятно влияя на принятые решения однако не старайтесь изменить кто верит гороскоп друзья эмма харри снова с вами мы вернулись в эфир после отключения у меня пропало это действие вашим светом во тьме что-то нашел значит если не случится еще одной аварии я отважилась выбраться наружу и включить генератор так что теперь мы работаем автономно и никто нам не помешает хотя я могу поклясться что только что видела кого-то у нашей радио точки но мы все знаем какие чудеса может выкинуть наше воображение в самую темную ночь года может быть кто-нибудь хочет позвонить нам студию и передать привет наш телефон 5 8 5 2 1 3 1 на тот случай если вы уже забыли напоминаю что сегодня мы празднуем день осеннего равноденствия последний день уходящего лета и пока ночь окутывает землю я расскажу вам о празднике урожая который пройдет завтра в гавани так что если вы не можете уснуть оставайтесь на нашей волне и я придумаю чем вас занять ну а пускай играет когда-то сейчас еще что-нибудь сделаю посмотрю в принципе ничего нет где там звоните и передавайте приветы 5 8 5 2 1 3 1 звоночек 5 8 5 как там 5 8 5 2 1 3 1 звоночек лёва пускай 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 играет радио где чё у нас здесь у нас тоже ничего так давай посмотрим что здесь дальше у нас имеется часики часы остановились короче не работают это что это ничего не работает плита видать что-то можно будет пожарить да я говорю мы будем наверно жрачку готовить не так ладно замок дверь заперта здесь заперта ладно допустим что-то можно сварить сделать чего может а по корзинку мусорка ладно окей сюда нужно будет ставить корзинку я так предполагаю корзинка короче это для ягод и грибов я почему-то так думаю блендер это для ягод корзинка для грибов а блендер для ягод наверное окей ладно пошли что у нас здесь еще имеется так здесь мы уже читали с вами все окей допустим так а погоди мы же нашли короче с вами какие-то шаги вот мне вот это вот настораживает шаги вот здесь мы нашли с вами записку короче не забудь код замка 775 775 это короче вторая комната можно будет туда сейчас сходить короче посмотреть что там есть в эту дверь за ну ладно пока не пойдем короче в эту дверь вот хочу не выйти такого окей бена бен бедняха бен бедняха просто как третьем 2 220 квартира 775 дай у нас 775 хорошо здесь кто-то смотри какие-то рисуночки шматьё тупсон ну да здесь кто-то жил смотри зубная паста открыта за гигиеной слетил это хорошо так спитер картинка о такую штуку мы по моему увидели да вначале помните проходили когда от машины шли видели вот чуть-чуть что-то подобное такое начале возможно и нет но похоже похоже очень похоже так ладно ты кто гаврак это макака какая-то да на обезьяна похоже смотри рот глаза допустим так птички синички чайки всякие это похоже на карту на какую-то пока не ясно и пока не ясно так еще радио снова радио короче ладно потом настроим и гаде беру хил радио беру хил радио беру хил как ящик смотри опа кончается заряд телефон окей раз мы нашли телефон так вот здесь мобильный телефон значит мы можем звонить надо запомнить короче номер 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 этого радиостанции мы возможно мы сможем позвонить на радиостанцию так окей оксбриджский институт археологических исследований бальзак рот оксбридж 8 августа привет пить а я и не знала что ты тоже работаешь с конрадом а морзом я только что прочла твое имя на посылке которые мне доставили как он тебя раскопал впрочем не стоит мне не стоит удивляться ты самый лучший специалист своей области всегда был и всегда им будешь беру хилл к раскопкам относятся одни однозначно многие думают что это место лучше не трогать поговаривают что за все время его существования к нему не прикоснулась рука человека местные жители охраняют его как святыню и боятся его этот курган упоминается в нескольких документах кажется много лет назад здесь проводилась проводились исторические исследования но женщина занимавшиеся ими таинственным образом пропала жуть правда я слышал что это место удивительно красиво и природа просто великолепно может быть она просто решила не уезжать отсюда а я сделал несколько проб материала который ты прислал не из пробных шурфов вокруг камней скоро вышлю тебе подробный отчет я уже подумал что не отправиться ли туда самой дорога не должна занять много времени надеюсь на этот раз мой багаж не потеряется на пол дороги да давно я тебя не видела люси окей так 12 дранок хаос геркулес lane манчестер форт форт 28 питер благодарю вас за то что вы приняли мое приглашение присоединиться к раскопка в качестве моего ассистента я вкладываю в письмо карту местности билеты на поезд и инструкции я встречу вас на станции учвуд сразу после вашего прибытия на нашу экспедицию зарезервировали зарезервированы номера в местном отеле неподалеку от места раскопок настоящему моменту вы должны были уже получить предварительно расписание раскопок как вы уже поняли мы начинаем с общего исследования местности с нетерпением жду возможности поработать с вами я не сомневаюсь что вы подтвердите вашу репутацию превосходного специалиста с уважением морс окей так все да ясно понятно все ясно понятно так вот это я так полагаю карта которая прилагалась к письму давайте посмотрим да оксбургский институтах хирургических исследований понятно 8 сентября я . только что прочитала статью про раскопки сегодняшней газете мерзкий гневный пасквиль обвиняет всех кто участвует в раскопках и поддерживает археолог и поддерживает археологов так что все не настолько все не настолько безоблачно впрочем это довольно маленькая явно заказная статья но все равно будь осторожен там вокруг полно этих фанатиков противников археологических исследований баррой хилл просто не мог не привлечь их внимание это же драгоценный корнолл можно подумать наша страна это остров отрезано всего остального мира знаешь в этой статье было полно всякой чуши жирным шрифтом какие-то явления тьмы по моему эти люди просто сумасшедшие будь осторожен ты же знаешь они просто так не успокоиться надеюсь место раскопок охраняется и конрад знает что делает люси окей все прислал еще одна короче письмо так это что у нас мастерок мы взяли окей мастеров и все до кисточки нам не нужно ясно понятно так погоди давай включим какая там 15 привет всем это радио баррой хилл и с вами снова ничего не сделать сегодня мы передаем привет сейчас она должна сказать наверное номер который нас запомнить там что-то 5 5 8 5 удачи вам ребята 2131 сайте с темных облаков которые идут к нам запада я еще не смотрела на сводки прогноза погоды но здесь на вершине холма светит полная луна и ничто не предвещает дождя равноденствие уже ощущается в воздухе тише уинси это эмма харри и если вам нечем заняться слушайте музыку на нашем радио мы останемся с вами до часа ночи я и моя собака уинси который сейчас улыбается вам точно чеширский кот оставайтесь с нами у нас звонок привет вы в эфире радио баррой хилл я знаю кто это бэн бэн это ты ты беспокоишься насчет что там происходит как странно бэн бэн позвонил смотри бэн надеюсь это была шутка я попытаюсь ему перезвонить если кто-нибудь из ночных слушателей желает позвонить и передать привет напоминаю номер в студии 5 8 5 2 1 3 1 5 8 5 2 1 3 1 окей оставайтесь с нами мы приготовили для вас несколько приятных сюрпризов еще вас ожидает очередная глава из книги льюиса кэролла алиса в стране чудес и для тех кто только что присоединился напоминаю что в прошлый раз мы остановились на безумном чаепитии у мартовского зайца а пока я сверяю сводки погоды у нашего метеоролога слушайте эту чудесную музыку после которой будет блок рекламы 5 8 5 3 1 5 8 5 2 1 3 1 а где не работает надо зарядить так ладно запомним 5 8 5 3 1 5 8 5 2 1 3 1 окей понятно ничего не делается окей кошелек а дневник дневник пита астана это лучший день в моей жизни конрад морс предложил мне присоединиться к его археологическим раскопкам древнего памятника известного как беру хилл я решил завести дневник чтобы записывать самые важные события раскопки 11 июня профессор мост лично финансирует раскопки гарантирует высокую оплату всем своим сотрудникам эти деньги позволят мне заняться исследованиями о которых я давно мечтал честно говоря я удивлен что конраду удалось получить разрешение на раскопки в документах говорится что исследования беру хилл никогда не проводились и с древних времен к этому месту никто не приказ не прикасался ко мне все еще стоят на своих местах судя по фотографии так погоди выключу чтоб не мешало короче то сбивает напрочь где остановились камни все еще стоят на своих местах сути по фотографиям выглядит это великолепно каждый день уникален хорошо что этими что этих мест еще не касались жадные руки туристов да и местные жители обходят их стороной надеюсь нашей работе никто не помешает как обычно короче археология знаешь влезли туда куда им не нужно короче вот нет никто не трогал вот этот вот что-то курган да этот и эти камни там нет они приехали ну с древних времен да никто не трогал все боялись короче нет они приехали давай там короче копаться ковырец 18 июня утром доставили расписанные расписание раскопок составленная конрадом все четко ничего лишнего прежде всего надо установить подлинность каменного кургана выкоп пробный шурф возле каждого камня и шурфа требуется взять образцы почты каждого слоя все находки будут предварительно обследованы после чего высланы на детальное изучение и консервацию мистер мост сказал что уже подготовил лабораторию после этого шурфы шурфы или шурфы надо немедленно прикрыть потому что митингующие могут появиться в любой момент счастью образцы земли и торфа хранить не трудно 21 июня я получил очередное письмо от профессора морза ему не терпится начать раскопки на местности и он просит меня приехать в корнелл мне надо выехать в конце недели и встретиться с ним на небольшой станции учат не могу дождаться рисунок смотри 25 июня баррель хилл удивительное место не затронутое человеческим присутствием единственное исключение станция техобслуживания которая станет моим домом на следующий несколько месяцев я уже русская по распаковал оборудование приготовил его к работе здесь на станции очень вежливый персонал кажется они рады каждому гостю похоже у них не так-то часто бывает посетители вот смотри на рисунке да как будто кто-то в плаще до или что это завтра мы начнем выполнение первой задачи по установлению подлинности монумента мы начнем с круга камней опоясывающего курган он кажется мне довольно маленьким но я не сомневаюсь под ним скрывается многое надо заметить что концентрация древних памятников баррель хилл невероятно велика удивительно но все они остались нетронутыми до наших дней вот и нахрена вы поехали их трогать вот все надо им потрогать это июля контрац стоит наверху колма с группой геофизиков скоро они обраб обработают данные передадут нам результаты исследований все-таки у них удивительная работа разве это не чудесно иметь возможность заглянуть в глубь земли увидеть что лежит под ногами с помощью радаров и магнитных волн хотя наша работа гораздо увлекательнее мы читаем историю как книгу перелистывая страницы снимая слой за слоем не могу дождаться когда мне представится возможность применить свои навыки 27 июля наконец-то мы начали раскопки на холме я сделал первый пробный шурф и у маленького камня который известен под именем мелках он стоит вторым слева от входа в круг мелках окей очевидно что камень находится в первоначальном положении я нашел маленький разбитый горшок проведя первоначальный осмотр и упаковал его вместе с образцом почвы приготовил к отправке в лабораторию интересно что могло в нем храниться горшок нашел ладно мы предположили что горшок появился после возведения монумента он слишком мал чтобы оказаться погребальным сосудом возможно это был горшок с подношением он работает на вторым пробным шурфом на противоположной стороне круга его камень называется гаврак из издали он похож на скульптуру человека положившего руки на бедра честно говоря все камни отчасти напоминать человеческие фигуры неудивительно что о них придумано столько легенд 29 июля состояние почты почвы вместе раскопок создает идеальные условия для сохранения артефактов сегодня я занимался раскопками вокруг третьего камня валига он стоит слева от входа если брать за ориентир доску объявлений станции техобслуживания потрясающий мы нашли уже три горшка рядом с каждым камнем два из них практически в идеальном состоянии 3 разбит на мелкие черепки похоже эти горшки были задействованы в каком-то ритуале отлично от погреб погребение на что это за ритуал мы пока не можем предположить 1 июля смысле 29 июля потом 1 июля июне наверно здесь опечатка погода стоит хорошая хотя по ночам бывает довольно холодно когда солнце заходит вся местность погружается беспросветную тьму я занимаюсь раскопками четвертого шурфа возле камня dolmen нашел еще один горшок но достать его довольно трудно надеюсь завтра он окажется на нашем столе находок он родит вокруг каменного кольца вот уже два дня говорит что пытается понять зачем этот монумент был возведен на место раскопок он даже не заглядывает однажды я видел его рядом с альта с алтарем он пил что-то из своей фляжки и вглядывался в лесную чащу 4 июля конрд помогает мне в раскопках камня молот мы уже выкопали глубокий шурф и отправили пробы почвы на анализ процессе раскопок там папа попался еще один разбитый горшок теперь их у нас уже пять конрад нынче задумчивый наверное подумывать какие-то мы свои мысли честно говоря чувствую себя немного одиноко даже поговорить не с кем работники станции техобслуживания очень милые но простоваты одна девушка мэгги учить учиться в вечерней школе и надеется поступить в университет но во всяком случае у нее есть какие-то устремления тех остальных похоже устраивает их примитивная жизнь 5 июля мы сделали невероятно глубокий подков но так и не достигли основания камня молот он решил пока оставить этот шурф и перейти к камню кайлых я начну шестой шурф прямо напротив входа ближе к камню известному как гаврак этот шурф я забрал забросал землей как и 4 предыдущих теперь место раскопок снова выглядит нетронутым со стороны даже не заметно что тут велись археологические работы 6 июля мы с конрадом одновременно начали работать над шестым и седьмым шурфом конрад копает возле самого высокого камня который стоит немного позади круга интересно откуда взялись название камней камень конрада известен под именем хенри во всяком случае так нам сказали этим утром я обнаружил венок из папоротника прикрепленный к моей двери в гостинице наверное кто-то решил подшутить надо мной вообще это довольно красиво 9 июля конрад доверил мне продолжать работу в шурфах а сам занялся исследования других частей памятника еще он попросил меня исследовать выступающий мингир известный также как сторожевой камень он повторил свою просьбу несколько раз пришлось из-за этого оставить другие шурфы 13 июля кажется я докопался до основания сторожевого камня ничего особенного я там не обнаружил кажется в почве есть небольшие вкрепления угля но точно можно будет сказать только после исследования проб под микроскопом конрад заперся в номер и не выходит похоже ему сообщили какие-то печальные известия он часто пишет что-то в своим свой дневник забавно право он весь обвешан современными приборами а ведет бумажный дневник впрочем он может позволить себе быть эксцентричным 15 июля этим утром мы обнаружили что-то что кто-то закопал наши шурфы обычно мы поднимаем торфяной слой и сдвигаем его чтобы впоследствии закрыть и места раскопок но сегодня мы обнаружили что он лежит на месте как будто к земле никто не прикасался еще злоумышленники сломали несколько инструментов очевидно кто-то не желает чтобы мы проводили раскопки и пытается нам помешать конрад уехал город на джипе обещал привести камеры для охраны с их помощью мы сможем наблюдать за местом раскопок после наступления темноты надеюсь он скоро вернется с ним хотя бы можно общаться когда он не погружен свои мысли 2 августа мы с конрадом снова обследовали местность за каменным кругом на этот раз мы попытались применить его gps-систему для определения рельефа местности но прибор кажется сломался потому что поступающий сигнал трудно декодировать в итоге у нас не получилось создать цифровую карту у местности придется рисовать ее вручную 20 августа пришел ответ из лаборатории я с удивлением обнаружил что над нашими образцами работает моя старая знакомая Люси давненько я ее не видел интересно сильно ли она изменилась с тех пор это сентября получил еще от письмо от Люси она мечтает приехать в беру хилл хорошо бы ей это удалось я покажу и место раскопок сегодня после обеда навестил нашу соседку работающую на местной радиостанции б бэшер кажется мисс харри нравится вся эта шумиха вокруг беру хилл она выдала мне целую кучу наклеек на бамперы и флайеров надо будет как-нибудь послушать ее шоу офигеть здесь очтиво короче 10 сентября наконец-то нашелся мой дневник на некий ничего не писал не понимаю как он мог пропасть неужели его кто-то украл ночью туда разбросал наше оборудование свалил тент на землю недавно сюда приходили какие-то протестующие с плакатами но естественно ничего не добились наверное это их рук дело идиота они даже не понимают что вредят памятнику больше чем все наши археологические изыскания вместе взятые джордж менеджер станции техобслуживания разрешил нам хранить оборудование в одной из своих свободных комнат гостиницы правда он предупредил что в комнате только что сделали ремонт пришлось пообещать что мы оставим все в чистоте и порядке вен помогает мне перенести оборудование протестующие вандалы 12 сентября джо дождь 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 могу покляться что слышал как конрад поет свои ванни тьфу почему в ванне своей комнате почему в ванне вчера ночью до меня доносились какие-то странные звуки я попытался разобрать что он поет но ветер за окном завывал еще громче возможно конрад им подпевал ха-ха 15 сентября наконец-то дождь закончился местный родник вышел из берегов надо узнать побольше об этом источнике и легенде с ним связаны рядом с источником установлена плита на которой что-то написано но я не могу разобрать что именно чаще всего родники связывают с народными с народными мифами или легендами позже с деяниями христианских святых обычно рядом с ними находятся древние места поклонения опять этот видишь рисунок 19 сентября завтра мы начинаем вторую фазу раскопок мы приступим к работе с первыми лучами солнца чтобы не терять времени наша цель определить под подлинность и попытаться датировать захоронение в кургане как увлекательно это будет первое проникновение в древний курган с момента его создания иногда меня беспокоит мысль всего ли мы правильно делаем но энтузиазм конрада заразительным то что мы обнаружили поможет обнаружим поможет защитить этот памятник культуры в будущем но я все равно немного волнуюсь следующие несколько недель я буду занять занят рад на раскопках мы выходим на новый уровень а точнее погружаемся глубже в историю окей можно сказать прочитать и весь дню никого до прочитали весь дневник так с моей фоточки мостик какой-то вагончик и снова у нас вот этот это наверно это святилище про которым писал да ну допустим больше ни черта здесь нет здесь какие-то рисунки снова карта только уже немного смотри другая да здесь здесь более понятно уже да если так вот посудить вот это заправка где я нахожусь да вот заправка смотри здесь какая-то штука есть можно туда отправиться сюда я поднимался на туда мне не пройти было потому что света нет вот здесь вот та штука про которую типа светилище наверно здесь какая-то вот непонятно здесь мы не были здесь мы не были здесь дорога еще дальше идет короче мы нигде не были окей надо будет все обследовать так ладно что это у нас камни какие-то погоди а это зарядка е-мое пит эстин гостиничный номер два станция техобслуживания так здравствуй лиси спасибо тебе за письма да много лет прошло с нашей последней встречи я очень рад что эти раскопки снова свели нас вместе вчера прибыл твой отчет во образца почвы конрад сразу углубился в него я даже не смог прочитать что-то обнаружила он поручил мне сделать полное обследование местности включая внешний круг с помощью gps но чертова машина кажется сломалась вместо этого мы сделали пробный шурф в самом центре кургана геофизические исследования наводят на мысль что там нас ждут удивительное открытие я буду держать тебя в курсе похоже озабочен выходками протестантов группы хиппи которые прибыли вчера вечером они прячутся они прячутся шпионят за нами и представь себе крадут наши вещи по ночам пришлось перенести все ценные оборудование свободную комнату гостиницы увы но это необходимо я заметил что конрад сейчас и прикладывается к своей фляжке с виски очень расстроен потери потери это чертовой побрякушки вчера искали ее пока не стало совсем темно вот и сейчас мы раз пока раскапываем еще один продольный шурф а он опять ушел на ее поиски странно это погоди как жутко люси послушай меня здесь творится что-то очень странное сначала думал что мне не речится я все расскажу тебе при встрече пит упа лишь это как бы немножко другим до этим по подписано здесь более темно здесь светло то уже когда наверно что-то случилось короче так и зарядное устройство где там телефон оп пускай заряжи оу-оу-оу люди люди мать его люди так окей погнали люди и 100 ходи на дорогу это выйдет на дорогу эй куда проехали судя по звуку проехали в ту сторону вроде как ну-ка давай сбегаем так а здесь надо ух ты даже так до упа упа прям жутко да какие-то шорохи ну кей будка телефонная ух как атмосферник это прям началось телефонная будка может с нее смогу позвонить короче туда в этот какой твой любимый фильм ужасов ой дичь ой дичь так это выход до слышал слышал не выход понимать я заблудился какую сторону суда мне отсюда я пришел до и ладно как же смотрите ему но сюда страшно я уже обосрался комбису окей так а почему у меня фонарик не работает теперь левые дороги упа пугало 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 бы я напугал окей лада друзья давайте на этом закончим я на этом короче остановлюсь вот продолжим уже в следующей серии я так я думаю то что там дорога ведет куда-то далеко судя по карте мы пошли прямо да а получится прямая дорога и будет еще отворотка там какая-то налево вроде как вот раз это мы с вами посмотрим вот а пока я заканчиваю кому пора ставим лайки подписывайтесь на канал группу вконтакте плейлист будет ссылка в описании вот набираем не забываем тысячи подписчиков я устраиваю конкурс с вами был валерий всем пока и побольше боговяшник а 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 и и Продолжение следует...